Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН. Продолжит новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Фундамент счастливому детству начинается строительство детского сада. Диалог с общественниками – очередные рубежи. Все на новую игровую площадку. И сейчас обо всём подробнее. В микрорайоне Алексеевском началось строительство детского сада. Дошкольное учреждение возглавит один из частных застройщиков в микрорайоне Алексеевском. После окончания строительства детский сад передадут в муниципальную собственность. Самое основное уже свершилось. Работы начались. И будем надеяться на то, что они будут продолжаться в таком же интенсивном темпе. Застройщик уже начал подготовку к строительству и заливке фундамента. Детский сад будет рассчитан на 160 детей. Площадь застройки – более 2000 квадратных метров. С открытием дошкольного учреждения город получит и дополнительные рабочие места для анапчан. Детское учреждение, наверное, первое в городе, где можно говорить о комфорте. То есть это раздевалки большие, спортзал, разные кружки, игровые комнаты. Детский сад «Инвестор» планирует передать муниципалитету к концу 2016 года. И сейчас обо всем подробнее. Определение суда относительно стройки на Астраханской. Обращение жильцов улицы в приемную президента закончилось категорично снести. Работы по ликвидации незаконной стройки начались 24 июля. Автогены режут металлические балки бывшей крыши. Краны снимают конструкции целыми блоками. Гидравлический молот разбивает бетонное основание несостоявшегося здания очередного магазина, ставшего на пути пожеланий жителей улицы Астраханской видеть в этой части города хоть кусочек зеленой зоны. Жильцы соседних домов еще не совсем верят в то, что их требования услышаны. И когда понимают, что это не стройка, а демонтаж, подходят поблагодарить, что власти все-таки добили этот вопрос. Добила для того, чтобы это все снесли. Поздравляю вас, молодцы. Это нужно сносить. Здесь единственный зеленый уголок во всей улице, который может привезти. Большое спасибо вам, что вы взялись за эту проблему. У них всех здесь должен действительно быть скверик. Они же нам обещали его. И что в результате мы увидели. Конечно, все просто были в отчаянии, но дальше мы не знали уже, куда обращаться. И нерв не хватает. Жители соседних домов готовы потерпеть грохот машин, чтобы вдохнуть после сноса в эту территорию второе дыхание. И мечтают о зеленом сквере. Первый заместитель главы Светлана Яровая встретилась с председателем Советов территориальных общественных самоуправлений. Муниципальные власти стараются чаще собирать представителей общественности, дабы держать руку на пульсе проблем горожан. Главная тема этого собрания – ливневки. Скорая осень, а у нас дворы утонут от дождевой воды. Опять у нас проблема на Протапово 88, Терская 55. Там ливневка, так она пока и осталась. Но огромное спасибо за то, что осветили дворы. Теперь светло, теперь там не собираются, не хулигарят. И там теперь все хорошо, бабушки рады. Им нечего подметать по утрам. Все чисто. Самый наболевший вопрос, мы уже как-то его поднимали. Значит, улица Чехова, значит, от УВД, от Краснодарска и до Грибинской, в народе мы ее называем «стометровка». Вот, значит, там был положен тротуар, он у нас сейчас полностью весь танцует. Вообще вот так вот все, плитка вся стала танцевать. Народ падает, позавчера упала женщина, буквально против хозяйственного магазина. Ой, я тут фотографии даже пока же принесла. В общем, надо что-то как-то, ее просто перестелить в некоторых местах надо. В этом году я не видела, чтобы их обрабатывали против американской бабочки и против цикадки. Уже с листьев начинает течь прямо на голову. Обсуждались вопросы, касающиеся общественного контроля над благоустройством в микрорайонах. В частности, за высадкой деревьев и цветов. Тосовцы просили произвести ямочный ремонт. Жители Чембурки просят в поселке построить дом культуры. Светлана Яровая заверила, все пожелания напчан будут рассмотрены и в ближайшее время будут найдены пути решения этих проблем. Общественное слушание по восстановлению тела центрального пляжа. Предложение наработки ученых и проектировщиков вынесли на обсуждение жителей курорта. Ученые и экологи Института Кубань-Горпроект представили общественности проект, в котором проработаны несколько вариантов восстановления пляжной территории и материалы оценки воздействия на окружающую среду. Основной задачей было разработать проект, который позволил бы сохранить тело центрального пляжа. Оно смывается, из года в год, к сожалению, уменьшается. Исторически основным источником песка для побережья была река Кубань, впадавшая в Черное море. Когда направление русла реки изменилось, на Черноморском побережье пляжи начали сужаться. Однако ученые всерьез взялись за экологическую проблему. Ознакомиться с проектом мог каждый желающий. Единственным приемлемым вариантом ученые назвали завоз и отсыпку песка. По проекту на центральный пляж первый год требуется завести более 7 тысяч кубометров песка, а затем вести мониторинг и в случае необходимости завозить дополнительный объем. Общественные слушания состоялись. Следующий шаг – экологическая и государственная экспертизы. На торжественный прием в честь профессионального праздника Дня работников торговли лучшие предприниматели в сфере потребительского рынка собрались в ресторане «Бульвар». Ресторан подарил возможность пообщаться, оценить угощения по строгим меркам коллег, послушать музыку, потанцевать и получить заслуженные награды. Их от имени главы города вручил его заместитель Людмила Терещенко. Ветераны отрасли, создатели самых современных магазинов и кафе говорили каждый о своем детище с большой теплотой и любовью. А такое отношение к делу всегда заметно. Когда занимаешься любимым делом, то каждый день – это как у художника вдохновение, так и у повара приходит новое блюдо. И так как я занимаюсь этим уже порядка более 10 лет, то я тоже уже прониклась этим. И мы придумываем новые блюда абсолютно в тандеме вместе с поваром. Что-то я, что-то он. Делать свое дело с любовью и дарить это чувство людям – это главное, чего мы всегда ожидаем от работников потребительской сферы. В Арваровке появились детская игровая и спортивная площадки. Спасибо жители села, говорят своим инициативным соседям. За помощью общественники обратились к городским властям, и вот место для спорта и игр создано. Когда-то на этом же самом месте уже была детская площадка, но со временем пришла в негодность. Сейчас на радость сельским ребятишкам место для игр вновь появилось. Село, ну как, небольшое, но хочу сказать, что за прошлый год у нас родилось 47 маленьких ребятишек. Это для села, я считаю, прогресс. И поэтому детская площадка, она давно необходима. У нас 170 школьников, у нас молодежи некуда деваться. И поэтому эту детскую площадку все очень-очень ждали. Начинали с малого. Песок завезли, качели-карусели установили. Сделали тренажерную площадку для занятий на свежем воздухе. Есть уже даже проект, очень красивый проект. Будет выложено все плиточкой, ковровое покрытие будет, будет мини-баскетбольное поле. То есть планы очень большие, но лиха беда начала. Мы начали, открываем это, детям ездя заниматься. Особенно сейчас, летний период, это очень важно. Чуть только перерезали ленту, дети ринулись к блестящим, свежей краской качелям. Теперь есть куда прийти после школы. Я хочу сюда приходить просто так, с друзьями поиграть. С сестрой иногда могу приходить. Тут очень интересно. Эта площадка более спортивная, а та детская. Для детей это хорошо, что они могут играть и там, а родители могут смотреть за ними и заниматься здесь на тренажерах. Довольны и родители. Теперь в селе появилось место для общения и прогулки с малышами. Да и за взрослых ребят не страшно. Будут спокойно играть вдали от трассы, которая пролегает вдоль села. И мамам весело, и детям весело. Все довольны и счастливы. Спасибо огромное тому, кто организовал все это. Площадки зря простаивать не будет. В честь открытия площадки работники Варваровского дома культуры подарили всем пришедшим на торжество маленький праздник. Новую площадку ребята обещали беречь и регулярно убирать. Уникальная ярмарка «Квартир» начала свою двухдневную работу в Анапе. Как решить наиболее актуальную для каждого человека жилищную проблему, консультируют застройщики. Жить отдельно от родителей, поселить с комфортом ребенка студента или приобрести жилье по военной ипотеке. Как решить жилищную проблему за один день, знают организаторы ярмарки «Квартир», которая стартовала сегодня в Анапе, Банк «Кубанькредит» и объединение застройщиков Юга ВТБ «Новостройки». Представители девяти крупнейших застройщиков Юга России собрались на территории нашего основного партнера банка «Кубанькредит» с целью довести до жителей, донести для сведения жителей города Анапа и отдыхающих информацию о возможности приобретения жилья на территориях Краснодарского края. Это города Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Анапа и в городе Ростове-на-Дону. Более 7 тысяч квартир, 90 домов в девяти городах Кубани и Ростовской области. Небольшие доступные квартиры и полнометражное роскошное жилье с видом на море или в центре мегаполиса на любой вкус и достаток. Наши застройщики строят жилье различного формата. Это большей частью эконом-класс. Все квартиры, которые мы делаем, идут с отделкой под ключ. Формат жилья различный, начиная от квартир студий 25 квадратов и выше и также полноценные 1, 2, 3 и более комнатные квартиры. Кроме того, устроим дома бизнес-класса. Желающие получить информацию по приобретению жилья пришли задолго до открытия. К каждому персональный подход. Кстати, для посетителей ярмарки проводится акция «ВКБ – территория счастливого детства». Семьи, приобретающие жилье за наличный расчет, получают в подарок за каждого ребенка бесплатный квадратный метр жилья. «Анапа интересует. В городе Анапа мы застраиваем микрорайон Горгипия. Вот это расположение самого микрорайона. Здесь недалеко торговый центр Красной площади. Уже есть данные дома, то есть есть вся уже инфраструктура». Новый микрорайон Горгипия давно на примете у анапчан и гостей курорта. Особенно привлекательны цены готовых квартир под ключ, где сразу можно жить, не тратя дополнительных средств на дорогостоящий ремонт. «Полностью люди могут посмотреть, выбрать планировки, могут проконсультироваться по стоимости жилья и буквально здесь же забронировать квартиру и приобрести ее. А если кому-то не хватит денежных средств, мы сможем сразу вам проконсультировать по ипотечному кредитованию. Наш банк предоставляет ипотечные программы, новостройка от партнеров. Процентная ставка по данной программе – 11,9. Есть также у нас разработанная вместе с нашими застройщиками программа «Квартира для студентов». По этой программе предусмотрен минимальный первоначальный взнос от 5%. По данной программе также предоставляются скидки на приобретение жилья. Доступное жилье теперь не миф. Ярмарка «Квартир» поможет воплотить мечту о собственных квадратных метрах в любимом городе в реальность. «Этот социальный проект очень важен для нашего города и будет, я думаю, что не последняя ярмарка, которая будет проходить у нас здесь в Анапе». Путь к собственной квартире нужно начинать с первого шага – прийти и получить комплексную информацию. Ярмарка продолжит свою работу в субботу. Анапчаны гостей курорта ждут 25 июля с 9 утра по адресу улица Астраханская, 102Б, в офисе банка «Кубань Кредит». Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий с камней самоцветов «Тайные медные горы». В субботу 25 июля в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем 27-29 градусов со знаком «плюс». Ночью до 27 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Воскресенье 26 июля в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-29 градусов. Ночью 25-26 градусов тепла. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости – анапское производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главные достоинства Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова